Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы будем делать печеночный паштет-экспресс. Я не помню, делал я уже в видео своих каких-то или нет паштет. Но это новый рецепт, не знаю, точнее говоря. Скорее всего, делал. Но это будет, типа, самый быстрый вариант. Поэтому я тут приготовил морковь, я еще не буду добавлять. Мы воспользуем то, что есть. Короче говоря, ситуация такая. Продукты стоят недешево и хочется сохранить деньги и не покупать лишнее. Иногда готовим печень. Но печень такой продукт, что не станешь есть там несколько раз. Я не могу, например. Он как-то приготовили, поели и все. И обычно печень остается. Естественно, чтобы ее не выбрасывать, надо ее куда-то использовать. Тут, конечно, в принципе, и сало может повредит, потому что я хотел самый простой вариант сделать. Потому что, скорее всего, я уже в видео в роликах показываю. Повторим ему это печенье и мы сделаем его еще раз. Повторим, так сказать, закрепим. Это я уже вспомнил. Вот, порежем чеснок. В принципе, можно просто сделать чисто из паштета. Да? Больше ничего не добавлять. Нет, все-таки я морковь добавлю. Эта морковь тоже была, она не специально сделана. Морковь тертая. Просто же наделал такой салатик небольшой. Сейчас его поставлю на кладочку и у нас как будто сварится там на несколько секунд. Вот. Ну, мы пока переложим паштет сюда. Ну, не будем, да, делать экспресс, но назовем его экспресс. Короче говоря, вы можете просто сделать паштет, он будет съедом. Просто если перемолите эту печень, добавите чеснока. Короче говоря, вот так. В принципе, все сюда пойдет. В банку я предварительно обдал кипятком. Вот, чтобы чуть-чуть подольше хранится в пасте. В срок годности я не знаю, сколько он может храниться. Честно, не знаю. Обычно я где-то не отрежу, потому что в заготовке еще не отравился. Ну, сейчас добавим сало, потому что я хочу, чтобы он был немного более жирный. Вот, в принципе, можно еще добавить масло, да. Вот. Ну, я не лечусь доставать обычное масло. Я добавлю. Добавлю масло вот такого растителя. Так, наверное. Самое главное, чтобы он не глюшистый был. Ну, я говорю, не глюшистый. Немножко, чтобы пожирнее было, потому что он, конечно, суховатый получается. Вот. И добавим чеснока. Я не знаю, в принципе, вы сами можете экспериментировать. Мой способ, это не какой-то... Блин, в камеру не попало, потому что я перекладывал. Молодец вообще, снимаю отлично. Добавим соус вместо соли. В прошлый раз я, кстати, пересолил. По-моему, да, все-таки ролик был на канал. Вот, за 30 секунд, в принципе, у нас морковь получилась такая. Потрогаем. Ну, еще можно поговорить чуть-чуть. Еще 30 секунд. Так, это выкинем. А мы пока поработаем блендером, потому что все-таки это самое дольше. У нас морковь развалится, мы сейчас ее быстренько закинем. Сейчас пока все перемолим блендером. Можно, кстати, соль все-таки добавить. Поехали. 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 перерабатывается достаточно легко, вот мне удобнее делать в банке, такой обычный литровый не, собран, чтобы не упало сейчас, а то если у меня плита вдруг насобьется, то у нас потянется так, ну что, морковь посмела, сейчас я вырезаю выражаю морковку ну блин, хотел я сказать, что сварилась она, но она все равно еще не сварилась, я не знаю почему так долго, поэтому стоим на паузу, довариваем еще минуту ладно, короче, я устал ждать, в общем, вот что получилось с морковью ну не доварилась она до конца все равно, но все равно ее выгружаем, пускай паштеты довариваются в принципе, морковь никого-то не заставляет класть это, если вы любите увеличение объема выходного продукта поэтому, ну, позволит больше сэкономить, больше продукта получить ну плюс паштет еще будет такого более жижего цвета ну вот, что-то вышло хорошо, вот так, ну, не надоело на самом деле я думаю, если комочек будут, то страшно в принципе, он продается такой вот, что комочки теперь все защищаем, к сожалению, много остается на самом блендере такой прожорливый ну, потому что достаточно густая консистенция получилась вот, ну, ножом мы ловко все снимаем этот блендер у меня не выключен, если вдруг он случайно включится но вероятность этого, конечно, очень маленькая вот, у меня намотает потому что я ножом так очищаю вот, ну, в общем, все, пробуем вот так, вы видите, получился очень вкуснее, чем в прошлый раз более жирненький шнока это, честно говоря, при большом шнуху хорошо, что делается на вкус, на вашу и, соответственно, я очень люблю с блинами честно говоря, ну, к сожалению, сейчас блинов нету поэтому будет чисто так с хлебушком все, всем пока, спасибо за внимание до встречи